Итак, друзья, шоу Black to White, шоу с черным перцем. Друзья, я обращаюсь не только к слушателям, но и к зрителям. Привет! Привет! И сейчас я вам расскажу одну интересную штуку. На energyfm.ru, кто не в курсе, есть такая, не знаю даже, это игра или такое соревнование музыкальное, называется Music Battle. И там на этот Music Battle выдвигаются с определенной периодичностью две музыкальные композиции из плейлиста Radio Energy, и за них голосуют слушатели Radio Energy в группе Energy ВКонтакте на сайте energyfm.ru. И по результатам слушательского голосования победил Дэн Беллон, и сегодня победитель Music Battle. Дэн Беллон у нас в гостях. Встречаем! Встречайте! В этой студии видеотрансляции на сайте energyfm.ru. Встречайте нашего гостя. Привет, Дэн! Привет, Дэн! Привет! Сто лет не виделись уже. Привет, отлично выглядишь. Спасибо. Говори в микрофон. Слушай, ну ты раскачался, смотри-ка. Не, он всегда... Раскачался, у тебя хороший торт. Он всегда качался. А, это рубашка такая. Подчеркивает, да, бисепсы. Да, мы тебя поздравляем с тем, что твоя композиция, мы болели за нее, правда? Мы голосовали за нее. Нам ленда-календа, да? Правильно я произношу? Так это благодаря вашим голосованиям она выиграла. Отчасти, да. Потому что такой отличный летний трек. Только вот у Саймона есть вопрос. Да, кстати, это на каком языке и о чем эта песня? Это длинная история в последствии время. Ну, вкратце, синопсис давай. Ну, в принципе, все, что я пою, это на испанском. Ух ты, классно, на испанском. Да, это классно, да? А тут подумали итальянцы. Нет, потому что испанский у нас сырца с летом, поэтому ленда-календа, летние пляжи. По-моему, одними шутят. А ленда-календа, это не на испанском. А лена-калена. Я тоже так всегда слышу. Нет, это не на испанском. Я когда сочнил эту песню, я знал, что будет на испанском. И, как обычно, я просто какие-то фонетические слова придумывал для песни. Потом нужно было это уже на испанском написать уже со смыслом всю песню. Когда я начал переводить слова девушки, ленда-календа, пенчара, все, что мы придумывали на испанском, не было так созвучно. Таких слов не было на испанском языке? Нет, нет, нужно было, чтобы ленда-календа, например. Нужно было, чтобы было похоже что-то, но со смыслом. Но все не звучало так хорошо, как ленда-календа, очень так по-летнему круто. И я ставил так эти слова. Они не имеют смысла. Да, это тарабарщина такая. Они типа не имеют смысла. Это как ла-ла-ла, на-на-на. Но потом, когда мы зашли в Google Translate, там, оказывается, ленда на португальском это читать, а календо на латыни, по латыни, это... Календар. Это юль. А, юль. Это получается читать юль. То есть смотришь календарь и читаешь юль. Слушай, Дэн, у тебя прекрасный клип такой горячий на ленда-календа. И говорят, что ты сам отбирал девушек на кастинг. Там две девчонки у тебя в клипе, по-моему, или больше? Их всего 300 было. А, шесть. И из 300 ты их выбирал, да? Ну, где-то тогда много было. А к чему ты отдавал предпочтение? И кто не мог пройти твой кастинг? Ну, я придумал эту идею. В конечном итоге, как бы, эта идея не очень была понятна, из-за монтажа как-то так получилось. Но идея была в том, что у меня миражи. А, тебе являются девушки-миражи? Да, в пустыне мы едем на машине, и в пустыне я вижу миражи, да, разные девушки. И там были роли разные, да, девушка с арбузом, девушки подмышки. С арбузами, ага. С арбузами, да. С вишенками, с мандаринами. И дальше уже можно фантазировать, да? Да, там все такое, да. И там девушки должны были и танцевать, и выглядеть хорошо. То есть это было очень важно, чтобы твоя пластика была какая-то. Под образы ты их подбирал, да? Да, например, девушка у колодца, там, она не должна была танцевать. У колодца ботоксом? То есть был такой контрол, как сказать, контроль пластической операции. То есть у кого есть что-то искусственное, что... Ты не брал такие, но про девушек он ничего не говорил еще. То есть не могли попасть в клип, если у человека что-то сделано? Допустим, говы там? Если сделано? Нет, точно нет. Девушки в экстазии, вот тоже в нашей группе ВКонтакте, Анна Джираша задает вопросы, видимо, хотят пригласить на завтрак. Ира, Ира спрашивает у тебя. Дэн, какой кухне ты отдаешь большее предпочтение? Итальянской, французской или, может, кавказской? Чем кормить? Японской. То есть на завтрак роллы будут? И сашими? Но не для завтрака. Подожди, ты разве наедаешься этим? Это же какая-то женская еда. Каша русская, овсяная каша. С маслом. Ну вот это уже разговор. Еще у меня мимимишный такой вопрос есть в ВКонтакте от Светланы Гущиной. Дэн, а куда вы дели котенка, которого вы спасли на съемочной площадке? Да, было такое? Да, это была очень интересная история. Вот именно на съемках клипа «Лендо Календо», которая была премьера два дня назад. Там мы работаем, снимаем девушек. В какой-то момент мы слышим, что плачет какой-то котенок. Как это трогать? Даже котята плачут от песен Дана Балан. Да, наверное, ему не понравился трек. Но и мы идем в туалет, а он как-то застрял между стенами. Так. И пытаемся, пытаемся как бы его... И вдруг больше его не слышно. Ну, нужно было работать. Семоночная группа уже типа все, он вышел. И мы идем работать. После этого я опять слышу, что он не вышел. Он реально плачет, плачет. Я иду в туалет и говорю, ну, нужно что-то сделать. Но там между стенами, там никак ничего нельзя. И где-то 15 минут там постарался, что и нашел выход как из стен. Да ты что? И вытащил его. Он такой накачанный, еще и котенка спас. Да, вообще. Это теперь наша мечта. Да. И вы не представляете, я чувствовал эту энергию, как будто он понимал, что его спасли. Что спасла звезда. Он такими глазами смотрел. И мы позировали с ним, как будто он понимал, что вот сейчас надо позировать. Круто. Он смотрел в камеру, в эту или в эту. Дэн, где он сейчас был вопрос? Извини, а потом мы оставили его, и он начал мяукать, чтобы мама его слышала. И мама его искала везде. И она услышала его мяуканье, пришла его, взяла и ушла. Обалдеть. С котом вы вообще реально в точку попали. Это сказка. Потому что президент интернета, это вообще коты. Спасибо, что ты сегодня с нами был. Дэн Беллан, музыкант, победитель мюзик-баттл на Радио Энерджи. Давай нам еще хитов. Мы их будем выставлять на мюзик-баттл, голосовать за них. И они будут чаще звучать на Радио Энерджи. А сейчас фоткаться. Да, все ребята, фоткаться. Спасибо, Дэн. Тебя поддерживают зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...